Всем привет, друзья! Я вышла с Энджел купить еду. Собачки вынесла. Адя-дя-дя-дя-дя! На! Иди! Косточки тебе вынесла. Малышка. Вот как сейчас покушаешь хорошо. Что, ты не кушаешь косточки? Кушай, кушай. Это другим собачкам. Вы спрашивали меня, почему я не надеваю на Энджел носочки. Я надеваю, когда мы выходим куда-то на улицу. Дома не считаю нужным. Вообще, у меня дома памперсы в одном. Сейчас, тем более, у нас жарко. И не нужно, чтобы тело у неё потело. Людей сегодня мало. И надеюсь, что меня никто не заполнёт красками. Холли. Вчера у нас было Холли. Все магазины были закрыты. Сегодня мало людей. Наверное, отдыхают все дома. Но у меня настроение не очень хорошее. Сегодня ночью в Харькове и по всей Украине были ракетные обстрелы. Все мои родные не на связи. Естественно, какое у меня, может быть, настроение. Я не знаю, всё ли хорошо. Или просто у них там нет света. Или что случилось. О, здесь вот собачки тоже есть. Сейчас я им дам. Собачульки. Вот не знаю, что-то вот Четарпуровские собачки, а не какие-то другие. Давайте туда я вам дам. Здесь сюда идите. Грязно, конечно. Идите, кушайте. О, голодные. Худенькие. Вот собачка тоже хорошая. Вот какие-то Четарпуровские собачки, они другие, не такие, как на Малю и Накар. Они какие-то вот родные все мне. Так хочется тоже к своим этим собачкам сходить. Которые тогда родились. И я помню, как они росли. Я там жила на Четарпуре. Энджел вся в краске Холли. Это пока что не отмылось. Но будем купаться. Со временем оно отмоется. Так. Сейчас идём покупать Энджел Нан. Фрукты, овощи. Сейчас с работой вообще напряжёнка. Временно не сезон в Индии. Вот надеюсь, что после Холли начнутся свадьбы и всё снова будет хорошо. И я наконец-то смогу Энджел купить столик со стульчиком для того, чтобы кормить её. Я правда хочу это купить и только мечтаю-мечтаю, а пока не могу по финансам. Очень классная корова с классными ушами. я подписалась на классного блогера из Харькова. Он простой, классный человечек. Снимает всё, как я снимала. Если бомбят, он снимает это из дома и выставляет. И я теперь в курсе всех событий в своём городе. Тяжело, тяжело мне очень смотреть. Новости, они всё равно попадаются, потому что я подписана на Зеленского. И он иногда что-то публикует. Вот сегодня он выставил это о том, что были ракетные обстрелы в Украине. И всё. Меня накрыло, у меня слёзы. Но всё равно, конечно, стараюсь как-то отвлекаться. Не постоянно об этом думать. Но если думаю, то очень накрывают. Вот здесь платье, костюмы. Вот мне интересно, что это за магазин такой. Кассисдресс. Это, наверное, на заказ шьют. Мне ещё нужно ателье, чтобы мне там помогли с костюмом. Я не хочу испортить юбку в своём втором костюме. Вот это, кстати, мой любимый магазинчик. Тут есть всё. Фрукты, овощи. Всё самое необходимое. Так классно сегодня людей вообще практически нет. Машин тоже немного. На улице как-то немножко душно. такое впечатление, что будет дождь. Давит на голову. Так. Вот аптека. Сейчас перейдём дорогу. Коляску ставлю тут, малую возьму сейчас. Ага, с трёх тридцати до четырёх закрыто на перерыв. Сейчас идём в другую аптеку. Тут три аптеки возле нас, возле нашего дома. Но самое ближайшее, которое вообще внизу у нас под подъездом, там всегда нету... Сейчас. Где-то ещё была тут аптека. Там, в общем, ребята, всегда ничего нету. Когда я заказываю что-то для Энджел, спрашиваю, есть на Анпро, они говорят, нет. Но они заказывают это, и оно в течение часа будет, но мне это не устраивает ждать так долго. Вот в этом салоне я убирала себе гель-лак с ногтей, и они взяли 100 рупий за снятие. Такие цены нормально. В других салонах говорили 600 рупий, 500 рупий. Я говорю, за что? Вы вообще о чём? Я за 600 рупий сделаю новый маникюр. Мне там и снимут гель-лак, и обработают ногти, и заново накрасят. В общем, пытались мне надурить, но не получилось у них. О, знакомый человек поехал. Так, это ателье. Узнала я только что ателье, сколько будет стоить пошить необычную юбку для балли-данса. Ничего там сложного нету. Также немножко увеличить мою, ту юбку, которую я пошила уже, первый костюм, который я вам показывала, и сделать заклёпки на поясе, и всё. Это за 500 рупий. То есть, это где-то 300, сколько, 70 гривен, где-то так. Очень-очень дёшево, я считаю. Я думаю, вообще, там они скажут тысячи две. Это дёшево. И рядом ещё одно ателье, и когда уже принесу костюмы, я и там, и там устаю цену. Ну, машинки у них прям профессиональные, и всё. Это бутик какие-то, платья дизайнерские. Так, аптека. Вот. Ещё две аптеки. Всё, купили Энджел еду, памперсы закажем онлайн, так дешевле, выгодней. Вот. Были мы в первом ателье. Вот. Женщина села за скутер. А вот второе ателье. Тут тоже узнаем цену. Сейчас идём домой. Прогулялись немножко с Энджел. Да, куколька моя красивая. На сочках белых. Всё-таки, друзья, я так рада, что мы переехали. Квартира мне нравится больше. Район спокойнее. Можно вот нормально гулять с коляской. На Мальвии нагар я бы так не погуляла. Здесь дорога, видите, хорошая. Не трясёт. Ну, периодами бывает, там не очень дорога, но это как везде. А так, в основном, нормально всё. Такие здесь балкончики. Солнце. вот эти, дома тоже хорошие. Я вообще люблю, чтобы очень много было солнца в квартире, чтобы было светло, сразу настроение поднимается. А ещё я жду очень сезон дождей. Я обожаю дожди. В прошлом году я ждала-ждала. Они позже начались. Сезон начался позже. И дожди немножко были. И у нас была квартира, вы знаете, где в комнате не было окна. и я даже не видела толком и не слышала этот звук дождя и запах тоже не чувствовала. А сейчас я уже представляю, как это будет атмосферно, классно. Кстати, вот для коров высыпали хлеб. Тут коровы едят хлеб, всё подряд. Всё, такая вот у нас была с Энджел прогулочка. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. И мы вместе с вами прошлись по улочкам Индии, Нью-Дели. Подписывайтесь на мой канал. Всех любим, обнимаем и тёмкаем. Ура! Домой поехали.